Позволяет собирать информацию с абсолютно разных источников данных и позволяет, в принципе, строить для себя аналитические дешборды и различные системы репортинга. Сама система по себе выглядит следующим образом, то есть это у нас ClickSense Hub, в котором располагаются приложения и отдельные проекты. То есть каждая отдельная подлиточка — это либо отдельный проект, либо какое-то отдельное приложение по какому-то отдельному клиенту. Для того, чтобы начать работу, мы нажимаем «Создать приложение». Нам сразу же подсказывает форма о том, что наше приложение нужно каким-то образом назвать. Мы его открываем. Нам приложение сразу же будет подсказывать о том, что работу мы всегда начинаем с того, что мы загружаем данные. Сегодня для вебинара у меня подготовлено несколько данных. То есть это журнал проводок, это сами проводки и счета, где мы определяем активные и пассивные счета. Есть счета по МСФО и валюты. То есть мы с вами сегодня не только соберем обычную российскую ОСВ, а также еще сделаем некий мэппинг. То есть это будет либо управленческий, ну вот в моем случае это будет счета по МСФО. Принцип там примерно одинаковый. То есть к каждому счету по МСФО мы просто прикрепляем определенный затратный счет по бухгалтерскому учету и какой-то наличие к нему. Соответственно, с чего мы начинаем нашу работу? Это мы загружаем журнал проводок. Я просто перетаскиваю данные. То есть в Excel это выглядит следующим образом. Если мы подключаемся к источнику данных, это может быть любой 1С, ERP-система различного уровня, это будет посложнее, чем мы делаем на Excel. Соответственно, что мы видим? У нас СН сразу же распознает, сколько активных листов у нас есть в нашей книге. У нас есть заголовки, и мы можем проставить галки, что мы загружаем, что мы не загружаем. У меня в системе присутствуют две валюты. То есть у меня здесь есть российские рубли и шведские кроны. Это для того, чтобы потом, в принципе, можно было создать элемент мультивалютности, то есть онлайн-пересчет. Курсы могут погружаться как из интернета в онлайн-режиме, также могут подгружаться из Одинесски, но это немножечко другой, скажем так, виток информации. Мы его сегодня не будем рассматривать. Соответственно, дальше мы можем создавать вычисляемые поля. То есть мы можем подготавливать наши данные. Мы заходим, нажимая кнопку «Редактировать». Вот мои данные, которые я загрузила. И есть возможность добавить вычисляемое поле. Вычисляемые поля здесь есть возможность, в принципе, использовать функции, которые очень близки к функциям Excel. То есть есть возможность вытащить символы из какой-то текстового поля, как в середине, так же справа, слева. Есть возможность поменять формат данных и так далее. Мы с вами сейчас создадим вычисляемое поле «Дата», которое мы просто будем потом использовать в наших формулах для упрощения синтаксиса. Мы его называем. И задаем ему формат. Вот у меня система подсказывает, что у меня есть дата. То есть обязательно надо, чтобы оно было подсвечено. Вот оно следующим образом выглядит. Мы его переформатируем просто таким образом. Нажимаем кнопку «Лоуд». Каждый раз, когда вы делаете какие-то манипуляции с вашими данными, данные обязательно надо перегружать. Уходим обратно в таблицу. И подгружаем теперь план счетов. Это типы ванных счетов. Активные и пассивные. Соответственно, Кликсен сам автоматически у нас связал и показал, по каким полям он это дело связал. Дальше мы уже, в принципе, можем начать работать с данными. Я ухожу в сам тип аппликейшена. Мне подсказывает система о том, что нужно создать свой лист и нажать клавишу «Редактировать». Здесь у меня есть чарт с панелями, но то, с чего надо начинать, в принципе, любую работу, это с заполнения библиотеки формул и измерений. Соответственно, что мы делаем первым образом? Мы с вами создадим сейчас измерения для периода. Нам система подсказывает о том, что мы можем создать какое-то одиночное измерение. Выбираем мы его из журнала проводок и добавляем год, добавить, квартал добавить и месяц добавить. Вы можете, в принципе, переименовывать эти поля, так как вам необходимо, но я пока оставлю так. Далее нам еще обязательно нужен счет, то есть мы уже идем в другую таблицу, в которой у нас хранится как раз план счетов и добавляем измерения счета ОСВ. Добавляем. Все. Мы создали. Теперь мы можем создать панель. На панели фильтр «Создать период». Выбираем фильтр «Пэйн». И нам система подсказывает, что мы создали следующие измерения. Они доступны для выбора. Выбираем год. Выбираем квартал. И выбираем месяц. Если нажать и перетащить на левую часть экрана, то система подсказывает о том, что вы создали группу фильтров, которые вы можете запомнить потом и использовать на всех ваших листах приложения просто для ускорения работы. Я его назову «Период». То есть у меня в визуализациях есть фильтр «Пэйн» «Период». И теперь я могу этот фильтр использовать в дальнейшем, чтобы просто ускорить свою работу. так, теперь приступим к самому сложному. То есть нам нужно с вами теперь написать формулу для того, чтобы собрать сальдо дебетовое, кредитовое, оборот, сальдо начальное, сальдо конечное. Для того, чтобы ускорить процесс написания формул, мы создадим пару переменных. То есть переменные, они собирают определенные компоненты нашей модели данных, и мы их дальнейшем можем использовать для того, чтобы просто сокращать синтаксис наших формул. Внизу, в левой части экрана, выбираем панель для создания переменных и создаем переменную для всего периода. Называю ее OVO-период. То есть эта переменная будет... Ее просто будет проще потом найти по всему приложению. Нажимаю на функцию и добавляю период. Год. Месяц. И квартал. Нажимаю Apply. Создаем следующую. То есть OVO-период просто собирает весь период, который возможен в приложении, для того, чтобы было просто проще потом искать значение во всем периоде в приложении. Теперь создаем максимальную и минимальную дату. Это нам нужно будет для того, чтобы писать формулы для сальдо по дебету, конечное и сальдо по дебету начальное. Сначала задаем максимальную дату. Это будет поле вычисляемое. Обязательно ставим равно, иначе формула не посчитается. Задаем значение Max и как раз вот используем нашу переменную дату, которую мы с вами создавали на этапе загрузки. Вот у меня система подсказала, подсветила. Обязательно ставим скобки двух сторон, потому что это важно. Это синтаксис формулы. Нажимаем Apply. Все. Создаем следующую. Минимальная. Минимальная. Так, все. Переменные мы создали. Теперь приступим к созданию вычисляемых показателей. Заходим в раздел Показатели. Нажимаем Показатель. Сначала создадим показатель Дебет, Сальоначальное. Нажимаем формулу. Я скопирую формулу для быстроты. Прочитаю, что она значит. То есть нам это просто формат. То есть мы преобразовываем обычный числовой формат. Далее мы ищем максимальное значение Range Max. То есть сам клик подсказывает, как правильно нужно написать эту формулу. Мы ищем максимальное значение в нашей таблице, в плоской, где у нас есть тип счета, дебет, который будет более или менее минимальной даты, которую мы выберем. То есть мы специально задавали минимальная дата и максимальная дата переменной. Просто когда вы будете кликать на календарь, то сам клик будет в оборотах искать значение максимальное по дебету, меньше, чем минимальная дата, которую вы выбрали. Соответственно, это просто формат преобразования. Так как у нас обычно журнал выгружается в очень нестандартном формате, то есть там может быть разделение точки и запятую, то нужно нам преобразовать, чтобы у нас просто правильно отображались данные. Все. Соответственно, мы формулу прописали, создали. Далее это можно делать следующим образом. То есть я нажимаю «Дубликейт», «Редактировать», «Сальда», «Наконец». В формуле я меняю только одно значение. Я меняю переменную, максимальную дату. Нажимаю «Редактировать». Мы теперь создаем кредит. Сальда на начало. В формуле я просто меняю местами кредит с дебетом. То есть когда мы вычисляем, мы берем оборот по счету кредитовый, минус оборот по счету дебетовый, мы понимаем, что этот оборот наибольшее значение. Соответственно, мы тем самым получаем сальда по кредиту, меньше выбранной нами минимальной даты. То есть эта формула, она нужна только для того, чтобы у нас в российском учете существуют активные и пассивные счета, и чтобы правильно определялись сальды. «Редактировать». Я здесь меняю максимальную дату для того, чтобы вычислить сальды на конец. «Редактировать». Теперь нам нужно создать еще обороты. «Редактировать». В обороте, соответственно, мы точно так же преобразовываем формат и ищем наибольшее значение по дебету в наших типах данных по счетам ОСВ. «Редактировать». Делаю копию. «Редактировать». «Редактировать». И превращаю это в оборот по кредиту. То есть меняю только одно значение. Теперь мы, в принципе, можем создать таблицу и проверить все это. Перетаскиваю объект таблицы с панели данных, выбираю счет ОСВ, и мне теперь нужно добавить мои показатели. Так, показатели добавлены. Для того, чтобы у меня моя ОСВ была красивая и правильная так, как нужно, я сейчас могу поменять местами показатели, добавленные мной. То есть сначала у меня будет дебит сальдом начала, потом у меня будет кредит сальдом начала, дебетовый оборот, кредитовый оборот, дебит сальдом на конец и кредит сальдом на конец. У меня получился не очень красивый формат данных, мы сейчас с вами это поправим. Так, я еще уберу, не буду показывать нулевые значения. Так, вот выберу формат данных сумма. Так, вот выберу формат данных сумма. Так, вот выберу формат данных сумма. Так, ну, в принципе, все. Можно посмотреть, что у нас с вами получилось. Вот у нас получилось следующее ОСВ. Я покажу журнал проводок, чтобы вы понимали, из чего мы это собрали. То есть вот у нас журнал проводок, он выглядит следующим образом. Соответственно, фильтры уже, в принципе, активны. Можно выбирать период и работать уже СОСВ. Так, а мы с вами сейчас перейдем, соответственно, уже ко второму этапу нашего вебинара. Мы сейчас создадим P&L, но P&L мы создадим не обычный по российскому стандарту, а по стандарту MS4. Соответственно, у меня есть план счетов MS4. Выглядит он следующим образом. То есть это такой управленческий план счетов с несколькими уровнями счетов и также с котировкой счетов. То есть у нас есть там счета типа I, B, C, F и так далее, которые нужны просто для расчетных значений. Так, все, я нажимаю кнопку Save, чтобы мы ничего не потеряли. Иду в Data Manager таблицы и нажимаю клавишу Добавить данные. Я добавляю MS4 и валюту мы сейчас с вами добавим сразу же. То есть вот мне SENS показывает, что является нашим источником данных. Добавляем. И добавляем валюту. Посмотрим. Вот теперь модель наша выглядит следующим образом. То есть журналы проводок MS4 у нас связаны. Теперь мы можем поработать с самим приложением. Заходим снова на тот же наш лист, на котором мы работали. Нажимаем клавишу Редактировать. Теперь нам нужно создать измерение для MS4. Идем в библиотеку формулы выражений, в раздел Измерения. И создаем измерение. То есть выбираем таблицу MS4. То есть видите, у меня уже этих таблиц 4 стало больше. И выбираем уровни. Уровни – это уровни счетов, типы счетов. Система подсказывает о том, что галки проставлены, все добавлено. Так, мы сейчас с вами еще научимся создавать не просто однотипные панели, а панель дрилдауна. То есть можно выбрать клавишу дрилдауна и создать такой определенный формат данных, в котором вы сможете проваливаться. То есть вот система подсказывает, что у меня выбрано. Я его назову период MS4. Сохраню. Так, мне система подсказывает о том, что я не добавила измерения. Все, добавляем. Все, сохраняем. Так, теперь мы можем добавить фильтр для MS4. Если я хочу, чтобы я его сохранила, мы его просто кидаем на панель визуализации. Показали. 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 Спасибо. Спасибо. Идем, уже нам нужно создать один из самых важных у нас показателей, это будет сумма NSFOR. Нам нужно завести еще одну дополнительную переменную, которая будет отвечать за валюту. Так как у нас с вами мультивалютность в нашем приложении реализована, и создаем переменную, называем ее currency, обязательно с буковкой V. Соответственно, формула здесь будет достаточно несложная, и она очень напоминает формулу, что если в Excel, либо IF. То есть если поле валюты равно рубли, соответственно, мы берем сумму NSFOR. Если что-то противоположное, то мы берем сумму шведских кронов. То есть у нас эти поля, они присутствовали в нашем журнале провода, когда мы это все дело загружали. Все. У нас система запомнила. Создали. Нам подсказывают, что у нас есть новое переменение. И дальше мы создаем один единственный показатель, который нам нужен для нашего отчета по PNL, по MSFOR. Это сумма MSFOR. Д 000 не уменят. Д nhân issued для нашего отчета по ПNL, по MSFOR. Б 이것овый Dom leather. Или отчета по ПНL, по 49 плюс 6ボ Законг. И вот мы можем гид전에 построить все дальше. unter Tao давай вставить три раза больше. Когда вы презента отчета по ПНЛ, по 20 минуцу, то побольше сложно. Нам преобразовываем формат, сумму берем из нашей переменной, которую мы с вами только что завели, и, соответственно, если категория счета и каунт F, то умножаем это на 0,82, то есть коэффициент. Это нужно только для счетов 82, где мы считаем счета, которые задействованы в налоге на прибыль, то есть очищаем ретейн ионинг от прибыли. Это единственная расчетная воля у нас получается, потому что мы из нашего журнала не можем его собрать. Все, мы создали показатель. И можем, в принципе, уже создать PNL. ПНЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПИДИСЬ Спасибо. 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 И содержание транзакции. То есть это в принципе в более приемлемой форме, как в принципе это все дело у нас выглядело в исходнике. То есть если, например, мне нужно посмотреть операцию потребления питьевой воды по документу именно, куда у меня ушли, я их могу выбрать. То есть перейти на лист PNL, посмотреть куда, в какой раздел расходов попали именно эти транзакции, какие счета были задействованы и посмотреть даже какие контрагенты у меня участвовали. То есть с кем у меня взаимоотношения именно по данному виду операции. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.